Здравствуй, здравствуй, вон я говорю вас встречать. Этой встрече собаки рады не меньше, чем хозяева. Успокоить питомцев получается не сразу. Добродушным лабрадорам нужно со всеми поздороваться. Патька-то моя! Андоре уже два года, и она любит иногда похулиганить. Это помощница Гузель Хасановой. Зрение женщина начала терять 20 лет назад. Гузель не привыкла сидеть дома. Ходит походы и занимается скалолазанием. А Андорра везде сопровождает хозяйку. Многие инвалиды по зрению не выходят из дома. Они сидят дома. Собака – это повод выйти из дома. Для меня она и собака-друг, и собака-GPS, навигатор, и собака-помощник, и психотерапевт. Это все в одном лице. А, это малыш! Молодец, малышок! Ты тоже, да. Собак-поводырей в России готовят в двух центрах – в Подмосковье и Железногорске. Затем передают инвалидам бесплатно по программе реабилитации. Многие теряют зрение уже во взрослом возрасте из-за аварий, травмы или болезней. Для них собаки становятся глазами. Замена всего. Никого не нужно напрягать. Собрались, куда нам необходимо. Мы уже во многих городах России были, ездили. Такие животные проходят специальную подготовку. Они отличаются от сородичей. И не только тем, что не реагируют на кошек. У проводников тяжелая работа. Вместе с хозяином собака отрабатывает маршруты, по которым они будут передвигаться. Собака водит меня и в магазины, и в медпункт мы ходим, по родственникам ходим. Маршруты изучили быстро. Для передвижения по городу у собаки есть специальное снаряжение. Поводком его направляем, за шлейку держимся, идем с ним. Не все адекватно реагируют. Есть люди, которые боятся. Но это у них уже панический страх. Они не то, что мою собаку боятся. Они вообще собак боятся всех. Клуб «Белый коготь» пока официально не зарегистрирован. В него входят 12 человек со всей республики. Организация создается для общения и решения проблем. Например, не хватает площадок для выгула. И часто не пускают с питомцами в учреждения. Есть законодательство, которое позволяет собакам-проводникам проходить во все учреждения. Оздоровительные, спортивные, торговые, транспортные компании. Но, к сожалению, это законодательство не выполняется. Оно есть только на бумаге. У нас уже такие были случаи. Это бассейн не допускают собакой по водорюм. Это оздоровительные учреждения санатории. Даже по нашей республике Башкортостан не пускают собакой по водорюм. Сейчас главная задача – это объединиться. Участники клуба хотят, чтобы собак-проводников в республике стало больше. И люди перестали бояться брать таких питомцев. Но предупреждают, что это не робот, а животное, которому нужны забота и любовь. И тогда собака ответит тем же. Алина Гребешкова, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ.